всем привет от футбольная школа клуба уфа и мы сейчас в лагере связист санаторий оздоровительного типа где уфа 2003 года рождения сейчас отдыхает и тренируется давайте посмотрим как они это делают если ты с ним играй Ваня, кто-то бежит? Ваня, по прямой. Тогда кто? Вот же есть возможность. Виктор Михайлович, тренер УФИ 2003 года. Расскажите нам вообще, как в целом проходят тренировки в лагере. В целом у нас программа обширная. Утром мы проводим занятия полномерные. После обеда уже ребята расходятся по процедурам различным и также проводят полноценную жизнь в лагере. Что нам ждать, скажем так, в будущем футбольном сезоне от команды 2003 года? Я думаю, дальнейшее развитие в качестве игры – это самое для нас главное. Мы именно этого добиваемся. Вот в таких комнатах проживают ребята. Как вам сейчас живется тут? Нормально, хорошие условия. Даже есть возможность у них выйти на балкончик, выходят и смотрят за танцами девочек. Не, не смотрят, мы только развешиваем вещи. Ну или так. Они говорят, что они только развешивают вещи здесь. Но мы-то знаем правду. Так, мы пришли с ребятами на репетицию. Сейчас ребята тоже будут репетировать свой номер. Вот она, искренняя любовь ребят к футбольному клубу, к игрокам футбольного клуба Уфа. Ребят тут подрабатывают эвакуатором, вытаскивают машину из тяжелой ситуации. Что сложнее, играть роль в спектакле или роль футболиста? Играть в спектакле. Играть в спектакле сложнее? Да. Ну, они готовятся, у них будет драматическое выступление. Легенда будет, да. Да, поэтому мы тоже ждем. Что можете вообще пожелать ребятам в будущем в их спортивных достижениях? Удачи, чтобы они всегда занимали только первые места. Они хорошо относили к своему здоровью. И любили тренера. Ну, отлично. Удачи во всем. Я их люблю. Что вы думаете делают ребята в 13-0-0? На всех свободных гаджетах смотрят матч молодежной команды Уфы против Урала. Ребят, какие прогнозы у нас? Уфа выиграет 1-0. Да, или 2-1. Пока наша молодежка проигрывает 2-0, поэтому сейчас будем заедать эту обиду обедом вкусно. И болеть за них. И болеть за них, да. Быстро, быстро накормите футболистов. Всем-всем приятного аппетита. И вот мы в столовой. Такая симпатичная столовая. Ребят, что лучше, футбол или еда? Футбол все-таки. Как-то так выглядит обед у ребят. Это гречка с курицей. Салатчик и суп. Мы с ребятами поели. И сейчас, после вкусного обеда, мы по сути должны спать. Но что мы будем делать, ребят? Либо в бассейн, либо... Либо в бассейн, либо у нас ФИФА. Вот сейчас будем выбирать. Так, хорошее, нормально. Видно, что команда. Видно, что большое будущее у футболистов. Не у всех. У него нормально, но у этого поменьше. То есть на футболе мы, в принципе, видим, как себя проявляют. А вот в жизни лагеря как себя проявляют вообще? Им нравится. Они, короче, выпендривались поначалу. Сейчас все нравится, со всеми общаются, везде участвуют. А если бы не в футбол, то нигде они точно не пригодились, кроме этого места. А так, на самом деле, они очень артистичны и всем на волочку подходят. У кого из них больше таланта в песнях, в танцах? Вот у них он хорошо танцует. Это хорошо нормально. Ходит нормально. Теперь мы всегда, если что, всегда приезжайте сюда. Будем вас ждать. А больше нельзя. Больше нельзя. Все, последний год. Вот оно, логово киберспортсменов. Вот она комнатка. Кифа 19. Все как полагается. Ребята, кто у вас самый сильный-то? Недофифер. Вот он. Не, ну, конечно, его дергали. Он слабый. Он слабый пока. Ну, сейчас узнаем, кто в нашем небольшом турнире победит. Я думаю, у меня шансов никаких нет. А у вас, как обычно, жребием выпадает или... Да, жребием. О, ошибочки в защитке. Я такие обычно не прощаю. А вот и все. Вот и по два. По крайней мере, зрителям нравится. Рассказывай, Игорь, когда тебя ждать на киберспортивной арене? В следующем году. В следующем году. Где-то 20-й ФИФИ. Все, заявляешь на Россию? Да, я в этом году пытался. Не получилось? Не получилось. Тот 50 вошел. Ребята развлекаются как могут. Да-да. Вот и мы потихонечку отправляемся в бассейн. Да-да, вот так вот. Именно вот так. Именно так и отдыхает УФА 2003 года. Ну, Оскар, Затон, что он там вырос на детских площадках. Для него это все родное. Да, Затон, Затон. Вот снимите их, пожалуйста. Вот, вот. Самые лучшие вожатые. Не-не-не-не. На Ютубе, пожалуйста, выиграли 5-2. Да. Ну, это солидный уровень. Ну, Загр слабый просто. Ну, я понимаю. Он еще и подавался мне, он потом признался. Так что, честно. Не-не-не. Подавался, подавался. Да, конечно. Ты как проиграл? А мы же на камеру все. Ребята собрались играть в водное поло, в бассейне и не распрощаются с мячом даже сейчас. Когда можно было просто поплавать, они все равно это превращают в игру. Живут игрой. Вот такой вот современный клуб тут есть. Ребят, вы хоть ходите в этот клуб, нет? Нет. У нас же там свой есть. У вас свой есть? Да-да. Ну, это такой солидный. У нас сегодня еще там стояло. А-а-а, отлично. Мы там тоже оттянемся. Тоже оттянемся? Отлично. Видите, нашу страничку? Там свое. Супер. Вот самый главный танцор. Ты самый главный танцор. С полу взрываешь. Взрываешь танцор? Ну, у нас ислам взрывает танцор. С полу взрывает танцор. Да? Бывает. С тобой мяч взял бостонбольный. С пожатыми играем. Все, понятно. То есть, что, и ты по баскетам? Да, так, баскет играю за школу. Красавец, красавец. Есть какие-то достижения там? Ну, за школу там, на Кэсбаскете. На Кэсбаскете? Да. Призовые? Да, третьим занят. А в целом, как себя команда чувствует вообще тут? Ну, не первый выезд. Думаю, уже сколько раз с этой командой. Вообще, команда классная. Мне нравится атмосфера. Все друг друга поддерживают. Ну, нет такого-то, что кто-то отдельно. Все вместе, одним коллективом. Сон-час. Бывает сон-час, ходим в бассейн. После сон-часа обычно у нас полдник. После полдника у нас массаж. Потом также ужин. Может, к ним мероприятие, выступление. После выступления у нас второй ужин. Там уже опять собираемся всем отрядом. Разговариваем по дню. Егор, ты как думаешь? Как твой ход? Я желаю лучшего, в ходе состояния, в ходе. Но, в принципе, ну, то есть в Уфе лучше, скажем так. Да, в Уфе, естественно. На нефтянке. На нефтянке. А вообще, где привыкли вам играть? На резинке или на натуральном поле? На резинке. На резинке? Нет, на натуральном. На натуральном? Нет, на натуральном лучше. Ага. А, привыкли больше. Если ребята не станут футболистами, они смогут стать эстрадными певцами? Я считаю, что эстрадным певцом обязательно станет антроп. Это его. А у всех остальных? У всех остальных будущее в танце. Будущее в танце. Ребят, так что, только танцы или футбол выбирайте, что вам ближе. Да, все-таки танцы. Танцы все-таки, да? То есть, кроме футбола есть жизнь в лагере? Несмотря на то, что они говорят, что они видят себя никем, кроме футболистов, тренеров, я считаю, что у них потенциал очень большой. Собственно, нельзя. Ну, это хорошо. Вы что-то, мы же сказали сразу. Там потенциал намного больше, чем у грузчика и у уборщика. Что больше всего запомнилось в лагере? Бискотека. Бискотека там. Общение. Тренировка первая, вожатые, да, вообще классные. Обыграли вожатых, ходили сеттри. Баскетбол? Нет, футбол. А, футбол. Баскетбол проиграли. Ну, 15 лет занимался. На дискотеке хоть с девчонками получается, нет? Потанцевать медленные танцы. У кого-то получается, у кого-то. На кого-то не хватает девчонок, да? Не остается. Все понятно. Кто-то просто танцует. Вот у нас этот легенда Ахат, он нашел здесь себе. Девушка? Самая красивая. Он не сдался. Красавец, красавец. Также тут рядом отдыхает хоккейный клуб Авангард. Вот так вот, ребят из футбола совсем близко к хоккею. Сначала тренер заряжает, потом ажада. Мы в принципе так день не проходит. Питаемся пять раз в день, нормально. Ясно, ясно. Что в следующем сезоне от вас ждать? Победа, конечно. Победа? Да. Скорее всего, у нас игроки попадут в молодежный состав. Может быть, там кто-то останется, будет играть там. Проверят себя в молодежном первенстве. Ну все, футболеры, я вас не буду отвлекать от ваших важных дел. Давайте я поехал. Удачи вам тут. Если вам понравился этот ролик, то обязательно пишите об этом. Будем стараться для вас делать что-то подобное. А пока спасибо за внимание и до скорых встреч. Пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет.